Приветствую вас. Первое, что мне хочется сказать, это то, что у вас, вот лично у вас, есть различия в том, как вы воспринимаете симпатию, например, мужчины к себе, и как мужчина воспринимает то, что он проявляет к женщине в качестве симпатии. И вот вам кажется, что мужчина ничего больше не делает, да? То есть вам кажется, что мужчина не проявляет к вам симпатия. Вам кажется, что мужчина нерешительный и так далее. Но в действительности для него, с его позиции, то, что он делает, это вполне себе похоже на симпатию, хотя бы потому, что никому другому он так не обращается, допустим. И исходя из этого, можно сделать достаточно простой вывод, что для мужчины это верх дозволенного, верх приемлемого, по крайней мере, до тех пор, пока он будет считать, что вы с ним только лишь, вот, ну, как друзья общаетесь. И больше ничего. И для того, чтобы перевести отношения на более высокий уровень, для того, чтобы перевести их в более, ну, в более такую плоскость интимную, более близкую, вам нужно самостоятельно сделать какие-то шаги для того, чтобы мужчина увидел, что интересует вас, и что вы действительно испытываете к нему симпатию. Потому что на данный момент он, скорее всего, опасается, боится того, что если он проявит к вам что-то большее, чем то, что он делает сейчас, то вы посчитаете его озабоченным, посчитаете его, там, невоспитанным, ну, и так далее, так далее, так далее. Именно интеллектуал и интеллектуал, как вы говорите, очень сильно озабочен подобными моментами. И поэтому вам нужно, во-первых, понимать, что человек за счет своего развития интеллектуального все старается оценить, воспринять, пережить через сферу сознания, через сферу рационализма, если угодно. И это, к сожалению, далеко не всегда является плюсом, потому что иногда можно довериться своим чувствам, эмоциям, переживаниям. То, что происходит сейчас у вас, это мужчина так пытается вас к себе расположить. Он, вероятно, недостаточно решителен, опять-таки, в силу своей особенности, в силу своего желания рационализировать то, что происходит, например, с ним. И из-за этого возникает такая вот ваша точка зрения нерешительность. Если вы, как я сказал в самом начале, если вы считаете, что то, что он делает, недостаточно, самому вам нужно завершить первый шаг. Но здесь важно понимать, что вот совершите вы один-единственный, например, первый шаг к мужчине, и возможно две реакции с его стороны. Возможно, мужчина с радостью ухватится за тот шанс, который вы ему, например, дали, и начнет проявлять себя, начнет проявлять инициативу, то есть всячески будет проявлять активность. Но, возможно, и такая ситуация, при которой мужчина не будет ничего этого делать. Возможно, и такая ситуация, при которой мужчина, вообще-то говоря, так и будет ожидать от вас какой-то реакции, дополнительной реакции, или реакции постоянной, то есть регуляции. И в этом случае вам нужно определить, хотите ли вы такого человека, да, то есть умного, интеллектуального, интеллигентного, ранимого, но при этом без инициативного, как мужчину, видеть с собой. И если да, то, соответственно, делайте те поступки, которые вам будут казаться правильными, верными и так далее. Если нет, то просто-напросто, дайте мужчине понять, что вы не собираетесь постоянно, все время проявлять инициативу. Это можно сделать через поведение, да, то есть показать ему, что вот я сделал первый шаг, да, а если ты не оценил этого, то это, в общем-то, твоя проблема. Пожалуй, именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть ключевыми моментами в вашем сообщении является то, что мужчина воспринимает то, как вы с ним взаимодействуете, значит, в контексте того, что именно он делает что-то для вас. в контексте того, что он совершает те самые доползновения, о которых вы говорите. Но, если вам этого недостаточно, а я так понимаю, что вам этого недостаточно, то, что кто, простите, можно делать что-то само. Но делая что-то само, обратите внимание на то, что вы можете получить в результате подобных действий, и понравится ли вам как бы, ну, то, к чему вы придете в случае, если будете продолжать свое активное поведение. Вы знаете, если вам хочется, чтобы мужчина больше инициативы проявлял, вы можете поступить достаточно банальным способом. Вы можете просто-напросто общаться с ним, например, более холодно. Вы можете дать ему понять, что он найдет на него обижательность, например. Но это рискованно, конечно. И если вы сомневаетесь в том, что такое поведение принесет вам определенную какую-то вот выгоду, то лучше этого, конечно, не делать. Далее. Вы спрашиваете, как понять, нравитесь ли вы ему. Ну, объективно, поведение человека, вот то, что вы описали, мужчина говорит о том, что вы ему нравитесь. Понимаете? Мужчина не стал оплатить за вас в ресторане, рассказывать всякие истории, где он выступает с героями и прочее, если бы ему было на вас все равно. Исключение составляет только тот случай, если он так общается со всеми женщинами или вообще со всеми людьми. Но я думаю, вы бы это заметили и не стали бы задавать такой вопрос тогда. Если вам нужно еще какие-то дополнительные признаки того, что ему нравится, то здесь можно совершенно определенно сказать только то, что поведение человека без вас и с вами достаточно сильно меняется. То есть человек может в вашем присутствии становиться более, например, оживленным, более активным, начинает вести себя не так, как был без вас и так далее. Кто-то может вам порекомендовать обращать внимание на глаза, на то, как человек смотрит на вас, на выражение его глаз, на выражение лица и так далее. Но вообще-то глаза вы перечислили абсолютно все признаки уже в своем письме, которые указывают на то, что мужчина испытывает к вам симпатию. Другое дело, что весь вопрос в том, чтобы перейти на другой, более верхний, более высокий уровень, более интимный уровень. И здесь вы, в принципе, можете сами, например, его приобнять, сами можете его поцеловать, не обязательно в гумы, вот, чтобы посмотреть, как он на это отреагирует. Еще раз повторю, если вам не нужно забывать о том, что вы можете получить и в какой ситуации вы можете оказаться из-за такого вот, ну, скажем так, проявления активности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.